В эфире программа «Тема дня» на ЮАК Рым, в студии Георгий Спасококотский. Здравствуйте! Сегодня, ну что ж, событий у нас много. Приехал генсек НАТО в Киев, вот Тилерсон, госсекретарь гостит. Что же, так сказать, сегодняшний день, чем он важен и чем чреват в контексте Крыма, в контексте ситуации на востоке Украины? Ну, я думаю, что главная цель визита Тилерсона была, это представить нам всем, украинской общественности, нового дипломата, американского дипломата Курта Уолкера, который будет заниматься вопросами переговоров по Украине. Так написано на сайте Госдепа США. То есть, что означает переговоры по Украине, это вопрос остается открытым. Очевидно, сюда относятся и Крым, и урегулирование конфликта по поводу Донбасса, вокруг Донбасса. Но спецпредставитель Курт Уолкер не называется, как человек, ответственный за урегулирование, он просто спецпредставитель. Вот это его функция и предопределяет те задачи, которые он будет выполнять. И если внимательно посмотреть сайт Государственного департамента США, то там четко указано, что главной задачей его является продвижение усилий Соединенных Штатов Америки по поводу выполнения Минских соглашений. То есть, нас опять вернули в Минский формат переговоров. Никаких других форматов не будет. Все слухи по поводу того, что какой-то новый формат США и Россия придумали. Новый, после встречи Тилерсона и Порошенко. Порошенко сказал, что планируются телефонные переговоры в нормандском формате, с тем, чтобы, возможно, на осень была соответствующая встреча в нормандском формате. Но, опять же, выходя из тех месседжей, которые прозвучали в том числе и от госсекретаря США, в общем-то, ключи от мирного урегулирования все же находятся в Москве. — Безусловно. Так вот, это одна из задач, по сути, и озвучили Курта Уокера, это собрать нормандский формат, который уже рассыпался. И по инициативе Мануэля Макрона, президента Франции, начались переговоры. Курт Уокер может быть посредником среди стран-участниц нормандского формата для того, чтобы согласовать хотя бы повестку дня. Это задача минимума. Задача максимума Курта Уокера, как представителя США, это контрольно-ревизионные функции. То есть, он будет смотреть, что происходит на Донбассе, и когда будут факты выполнения и выполнения соглашений, информировать об этом свое руководство в Вашингтоне. Вот в чем заключается задача Курта Уокера. Но никак не подмена понятия или создания какого-то другого формата. Ну, сам-то Курт Уокер тоже интересный парень, собственно, из команды Маккейна, такого ярого любителя России. Собственно, вот этот момент он как-то может сыграть? Вы раскрыли все секреты. Ой, да ладно. Полишенели секреты. Все все знают. Мало кто интересуется тем, кто он. Я даже больше скажу. Курт Уокер возглавляет институт Джона Маккейна. Это частная организация, которая финансирует, понятно, кто фигура Маккейна. Человек, который любит, уважает Украину. И является жестким антипутинцем. Но до этого все мы помним Викторию Нуланд, которая курировала направление соответствующего... От которой печеньки на Майдане раздавала, наколотые, да? Да, безусловно. Ее супруг Роберт Каган, это друг Маккейна. Тоже из команды Маккейна. Поэтому, по сути, притасовка произошла людей Маккейна. То есть нету человека какого-то русофила или человека, который был бы согласован даже с Российской Федерацией. Он не согласовывался. По сути, поставили перед фактом Российскую Федерацию, что такая фигура будет. Естественно, это России не понравилось. И я думаю, что риторика Курта Уокера пока будет дипломатично аккуратной. Хотя последние два года, если проанализировать его статьи, например, Foreign Policy, она была не просто жесткая по отношению к Российской Федерации, она была конкретно антипутиновская. И он всегда предлагал предоставить Украине вооружение. Не просто летальное, а серьезное вооружение. Но сейчас этот тон немножко спадет временно. До тех пор, пока не будет ясность о том, как будет действовать Путин. И в отношении Крыма, и в отношении Донбасса. Если никаких действий с его стороны не будет, и вчера Рекс Тилерсон об этом сказал, что Россия должна сделать первый шаг, соответственно, дальше будут уже санкции продолжать действовать, и давление на Россию будет возрастать. Во время встречи Порошенко и Тилерсона прессе разрешили, грубо говоря, вопрос один от украинской стороны, от украинских журналистов, один от иностранной прессы. Вот иностранная пресса, конечно, поинтересовалась чем-чем? Что обсуждали ли Путин с Трампом? Вопрос вмешательства России в выборы президента США. Ну, что они там, о чем они говорили, непонятно. Два часа, порядка двух часов провели на закрытых переговорах. Опять же, возвращаясь к этой щепетильной теме вмешательства России в выборы США, в России очень торжествовали, наверное, более чем сторонники Трампа по поводу победы Трампа на президентских выборах. Тем не менее, многие люди тогда, политологи, политики спорили, персоналия самого Трампа, насколько она повлияет, не будет ли он, скажем так, действительно другом России и в ту сторону скособочится внешняя политика Соединенных Штатов. Ну, пока что видим обратное. Но, тем не менее, вот такой нюанс. Я думаю, что кибератаки, вообще тематика вот этих всех кибератак, она очень неоднозначная. Я убежден, что они обсуждали и даже какой-то, может быть, консенсус нашли по поводу разработки совместных систем или схем противодействия кибератакам. Получается парадоксальная ситуация. Они не могли, в принципе, обсуждать эту тему с точки зрения вмешательства Путина в предыборную кампанию. Потому что либеральная часть сообщества, та, которая противодействует Трампу в США, обвиняла Путина в том, что он помог Трампу стать президентом США. Следовательно, они не могли эту тему никак обсуждать. Она нелогична. Ну, или наоборот. Или наоборот. Мы же не знаем, как было. 50 на 50, да, или вмешивались, или не вмешивались. Да, вот тема была, безусловно. Вот в каких контекстах, в каком контексте они это обсуждали с точки зрения противодействия или претензии Путина? Ну, речь сейчас о другом идет. Сама постановка вопроса в американском обществе, что Путин мог помочь Трампу стать президентом США, и вот та мощная позиция Трампу. Плюс сами республиканцы, которые занимают, из родной партии Трампа, они занимают антироссийскую, скажем так, позицию. Как это все это стечение вот этой ситуации в американской политике, с этим скандалом, с этими выборами, с вмешательством России в выборы президента США, как они влияют на внешний курс в контексте Украины и деоккупации Крыма? Главная интрига. Мы сегодня говорили в начале о Маккейне. Маккейн член республиканской партии, партия, которая представляется сейчас Дональда Трампа. То есть это одна партия. Как антироссийский Маккейн и пропутинский или пророссийский Трамп могут быть вместе, находить общие интересы. Я объясню как. Это интересы, государственные интересы Соединенных Штатов Америки. То есть их интересы по поводу кибербезопасности, по поводу достижения каких-то стратегических целей лежат выше, чем личные амбиции ей. Поэтому Маккейн и Трамп, несмотря на разные взгляды по поводу России, могут найти общие точки соприкосновения. И вот эта фигура Курта Уолкера, человека из команды Маккейна, как мы уже это поняли с вами, она тоже неспроста появилась. Это то, что все было согласовано. Возможно, Трамп какую-то другую кандидатуру хотел, более лояльную по отношению к Российской Федерации. Но вот фигура Курта Уолкера появилась. Эта фигура компромиссная. Его задача пытаться находить вопросы, какие-то точки соприкосновения между РФ и США, и, естественно, Украиной и другими участниками Нарвановского формата. Ну, генсек НАТО в Киеве. Одновременно в Одессе начались учения Украина-НАТО, Сибри, изморские учения. 16 стран-членов НАТО участвуют в этих учениях. Месседжи, которые вот сейчас мы услышали от президента Украины Порошенко, будет активизирована работа по плану действий по поводу членства Украины в НАТО. Ну, правда, мы прекрасно помним, что и раньше какие-то вот всю дорогу все президенты Украины заявляли, да, мы будем дружить с НАТО, ну, как бы и с Россией будем дружить. Но, в общем-то, дальше всех этих разговоров ничто никуда не шло. Есть и другой момент. А соответствует ли Украина критериям НАТО? Нет, не военным критериям. Есть вопросы прозрачности, политические, коррупции 5-го, 10-го. Сегодня президент впервые дал четкий и честный ответ по поводу критериев, соответствия критериям членства Украины. Он сказал, что мы сейчас не соответствуем. Вы правильно перечислили всю группу факторов. И это не только военный, военно-промышленный комплекс, это еще и борьба с коррупцией, низкий уровень борьбы с коррупцией и так далее. То есть мы на сегодняшний день этим критериям не соответствуем. И мы должны все делать для того, чтобы соответствовать этим критериям. Об этом президент сказал. Возникает вопрос, зачем было тогда объявлять всю страну, не только претензия не конкретно президенту, а другим политикам, о том, что нужно проводить референдум. Получается, если мы сейчас проведем референдум, и все скажут, давайте вступать в НАТО, и я в том числе скажу, НАТО нас не услышит, потому что НАТО скажет, ребята, вы же не соответствуйте критериям. Поэтому это политическая игра. Если брать реальную сторону, то мы должны понимать, что в ближайшие годы членство НАТО для Украины – это миф. Но сотрудничество с НАТО – это не миф. И мы можем улучшать и собственную армию, и выполнять эти критерии путем сотрудничества по различным программам с Североатлантическим Альянсом. Ну, кстати, собственно, и Запад, и Европа, и США, они говорят, что нужна действительно настоящая реформа правоохранительной системы в Украине. То есть, и СБУ, в первую очередь, и МВД, борьба с коррупцией. Насколько реалистичны такие изменения? То есть, что может быть, это произойдет под таким бдительным контролем ребят Джеймсов Бондов? Это только под бдительным контролем структур со стороны США, со стороны Евросоюза, со стороны различных международных институтов, в том числе МВФ. Такая реформа возможна. Я не верю в то, что наши политики, наши структуры, правоохранители в том числе, могут реформироваться сами по своей собственной воле. То есть, без жесткой палки, без жестких требований это сделать невозможно. И не зря, по-моему, неделю назад один из заместителей, помощников Рекселя Тирвиса на одной из конференций сказал о том, что коррумпированная Украина не нужна как союзник США. Почему для американцев важно стабилизировать ситуацию здесь? Одним из элементов стабилизации общественно-политической ситуации является уменьшение коррумпированности чиновников. Это создаст основу для экономических инвестиций, для притока, возможно, новых денежных вливаний из Запада. Смотрите, Россия вполне устраивала Украина, вот как калька России, с коррупцией чудовищной, с вот этими неэффективными карикатурными правоохранительными органами, которые могут только митинги разгонять недовольных и так далее. Россия, возможно, и была удовлетворена подобным положением. Но и Россия сама собственной внутриполитической ситуации, я думаю, не очень удовлетворена. И у них такие же проблемы. И вопрос демократизации российского общества, это вопрос, который остается открытым, и вопрос будущего. Украина немножко раньше пошла путем демократизации, очищения, попытаться, по крайней мере, чистить свои собственные институты власти от засиля коррумпированности. Без Запада, еще раз подчеркну, это сделать невозможно. Без западных союзников это сделать нереально. Поскольку, как только появляются соответствующие возможности для того, чтобы обойти каким-то образом закон, наши политики всегда делают для того, чтобы это сделать. Вернемся к вопросу Крыма. Смотрите, на международных переговорах очень часто, это такая повестка дня, навязанная Москвой, Кремлем, вопрос Крыма и вопрос вот этих ОРДЛО, ДНР, ЛНР, они в разных корзинках находятся. То есть, ну, в общем-то, чего и добивались. Давайте, пусть уже забудем про Крым, пусть будет статус-кво, а вот, ну, эти вот по поводу Луганска, Донецка, будем торговаться. Как вернуть обратно, соединить, ну, что это все-таки звенья одной цепи? Мне кажется, что международная обстановка и наши западные партнеры, они сами не очень хотят эту тему поднимать. То есть, очевидно, в ходе разговоров неофициальных, они поднимают эту тему. Что дальше будет с Крымом и так далее. Но Российская Федерация, она не хочет заострять внимание на проблематике Крыма. Это понятно. Но у меня вопрос, вот как вы думаете, западные партнеры Украины, Европа, они видят и слышат ту риторику, которую Россия использовала до 2014 года в отношении Украины. Отожмем Крым, заберем то, заедем на танках в Киев. Теперь то же самое, уже речь идет о странах Балтии и, возможно, о Польше. А не повторить? Деды делали раздел 1-й, 2-й, 3-й и Польши. Можем повторить. Ну да, вот в исполнении Жириновского. Ну да, не думаю. Очевидно, что торговаться, продолжать, соглашаться на меньшее зло с Путиным, это потворствовать продолжению этой экспансии. Не думаю, что Россия пойдет на подобные шаги. 50 на 50, или пойдет, или не пойдет. В отношении к странам, таким странам, как Эстония, вообще страны Балтии, Польша, поскольку это все страны члены НАТО, и у них есть система коллективной безопасности. Украина такой страной не являлась и не является. Это одна из проблем. Не только Украина, и Грузия, и Молдова, и ряд других стран. И решать эти проблемы уже очевидно, я имею в виду проблемы агрессии Российской Федерации, проблемы Крыма, будущего Украины и Грузии в НАТО, можно только путем переговоров между Украиной, Российской Федерацией, Европейским Союзом и США. Готовы ли НАТО сейчас принять нас в альянс? Я думаю, нет. Прямо сейчас это очевидно, что нет. Почему? Только ли лишь из-за отсутствия и соответствия критериев? Не думаю. НАТО не хочет провоцировать Российскую Федерацию на какие-то военные действия. Два раза уже Российская Федерация использовала военную силу против тех стран, которые являются буфером между НАТО и между Российской Федерацией. Это Грузия в 2008 году в августе и Украина в 2014 год. Поэтому все прекрасно понимают, что вот это вот бряцание оружием по отношению к странам Балтии, по отношению к каким-то другим странам, тоже является своего рода предупреждением. Когда будет НАТО готово к какому-то военному противостоянию с Российской Федерацией, они могут какую-то плевуху отпустить в адрес России. Но пока НАТО явно не готово. Я это вижу. Видите, вы говорите, НАТО не готово. Так почему бы тогда не потренироваться, например, на странах Балтии? А вот впишется за них НАТО или нет? Или побоится? Или скажет, мы еще не готовы? В любом случае... Или бой, как во время Второй мировой войны. Ну, что же, оккупировала Россия страны Балтии? Ну, уряды правительства в экзиле, так сказать, будут. Ну, а потом когда-нибудь освободят. Убежден, если бы без сарказма говорили, убежден, что пока есть договор Северо-Аллианса между странами, в том числе и Балтией, то агрессия Российской Федерации маловероятна. Я хочу вам напомнить судьбу Польши в 1939 году. Ведь союзный договор был и с Британией. Да, Британия объявила войну, но дальше этого не пошло. Я бы больше смотрел на те страны, которые не являются участниками НАТО, а находятся между НАТО и Российской Федерацией. Ну, Беларусь, например. Беларусь. В какой-то степени страны Средней Азии также могут стать эпицентром нового геополитического противостояния. Вы должны, на мой взгляд, нужно понимать, что все, что сейчас происходит в Украине, это давно было уже предсказано в какой-то степени ведущими американскими политологами. Еще 20 лет назад, Збигнев Бежинский в своей книге «Великая шахматная доска» говорил, что рано или поздно Россия и США схлестнутся на терренах Украины. Джордж Фридман буквально 5 лет назад говорил неизбежность противостояния на украинской территории, в том числе по вопросу Крыма, поскольку это важный стратегический пункт в Черном море. Поэтому это все было прогнозировано. Что дальше... Раз уж мы к таким пророчествам обратились и к таким уважаемым политическим пророкам, а что они дальше-то ванговали, чем закончится это все? Збигнев Бежинский буквально накануне своей смерти, уже по следам новых событий, говорил о том, что рано или поздно прямые переговоры неизбежны между Российской Федерацией и Украиной. И консенсус какой-то по Крыму, именно по Крыму, он на этом акцентировал внимание, также неизбежен. Что касается Джорджа Фридмана, то недавнее буквально его интервью указали на то, что, скорее всего, какой-то консенсус между США и Россией существует в части будущего влияния в Восточной Европе в целом. Только время даст нам ответы на эти вопросы. Ну, в общем-то, кстати, кроме России и США есть и другие игроки. Опять же, я как китаист не могу пройти мимо двух миллиардов китайцев, которые пока что с хитрым прищуром помалкивают, но там тоже, наверное, готовят свои сюрпризы. Это «Отдавай-ка Сибирюшку в зад с Хабаровским там краем». Ну, посмотрим, посмотрим, ванговать не будем. Мы не вангуем, мы освещаем события. В студии работал Георгий Спасопокотский. В гостях у нас был Андрей Гузаров, адвокат, публицист и политический аналитик. Чтобы всегда быть в курсе событий, подписывайтесь на «ЮА Крым» в Фейсбуке. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!